Зодчий в рясе священника Национальный музей Зодчий в рясе священника Церемониальная карета на три пары лошадей Карета типа купаж, французский, легкий тип карет, рассчитанный на две персоны Изготовленная во Франции в начале 18 века Франция в 18 веке была страной, которая определяла тогдашнюю моду И моду, как оформлять придворный церемониал, как вообще оформлять палацы, сады и так далее В том числе на Францию ориентировались даже в том случае, когда заказывали кареты Строительный материал – дерево различных пород Из какого дерева были изготовлены колеса, из какого дерева был изготовлен собственно сам каркас кузова Очевидно, что здесь липа, дуб, ель Внешний отделочный материал – липа Поскольку липа очень легко поддается декорированию, липа потом покрывается левкасом Стиль исполнения – рококо Признаками стиля рококо являются большая парадность, торжестность в сравнении с предыдущей эпохой И именно в стиле рококо на карете изготовлена гравировка на кузове и по бокам Кроме гравировки – позолото и зеркальное стекло, что само по себе было недешево Недешево, кроме позолота и зеркального стекла, было также само ее оформление Кому принадлежало это роскошное средство передвижения? Как оказалось в историческом музее? И как киевскому архиепископу удалось вернуть епархии статус митрополии? С приходом в киевскую епархию Рафаила Зборовского в 1731 году началось широкомасштабное преображение столицы Украины Поскольку те сооружения, к строительству которых Рафаил присоединился, много в чем определяют лицо того бароккового Киева, который мы все знаем и любим сейчас Но менялся не только внешний вид Киева, а и его внутренний мир Немаловажная роль отводилась обучению Именно он составил так называемый своего рода академический статут для студентов и преподавателей Киево-Могилянской академии Своего рода школьный порядок, как должно происходить преподавание и как должно происходить оценивание работ и поведение студентов Это было важно для тогдашнего образования Он упорядочивает учебный процесс в Могилянской академии Даже выделяет что-то наподобие грантов для студентов, чтобы они ездили учиться в дальнейшем за границу Помощь из архиерейской сокровищницы получали не только студенты, но и профессора А бедным студентам, которым не хватало места в Бурсе, было разрешено проживание при подольских приходских школах Также Рафаил распорядился приобщать наиболее бедных студентов к служению при храмах И, соответственно, наделять их частью церковных доходов И его вот настолько существенная поддержка образовательного процесса в Киеве Приводит к тому, что Киево-Могилянскую академию во времена Рафаила Забаровского даже называли Могилянско-Забаровской Не забывал Забаровский и о самой епархии, на которую был назначен Со всей удалью новоиспеченный архиепископ взялся за упорядочение церковных дел Это нивелирование, значит, всяких таких вещей, которые, можно сказать, даже коррупционных схем в церковной жизни Когда священнические правительства занимали в основном дети священников, которые, значит, умирали То есть внутри церковную жизнь он также упорядочивает И, собственно говоря, Рафаил Забаровский известен как проповедник В его книгосборнике была огромная библиотека И, собственно, именно этим Рафаил Забаровский впечатлял своих современников Благодаря своей широкой начитанности и образованности Рафаил Забаровский мог наставлять паству, мог наставлять своих священников И, собственно, обеспечить дальнейшее развитие Украинской Православной Церкви как таковой Кроме того, что архиепископ был хорошо образованным проповедником Он являлся и отменным дипломатом И свой талант использовал во благо Киевской кафедры Он имел такие дружеские отношения с центральной имперской властью В частности, с императрицами Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной И это при том, что предшественник Рафаила на киевской кафедре Варлаама Ванатовича Анна Иоанновна подвергла репрессия Возможно, потому что, по утверждениям украинской историографии Варлаам был спикером украинского православия XVIII века И впоследствии стал мучеником за украинское дело А его преемник был более покладист в вопросах национально-церковных особенностей Да и карьеру он сделал на территории России Но отметился особыми стараниями в области градостроения, образования, развития церкви в целом По правде говоря, при императрице Анне Иоанновне и ее жестоком фаворите Иогане фон Бероне Было трудно вести какие-то разговоры об украинском вопросе Немного проще стало в 1741 году, когда на российский престол взошла Елизавета Петровна И уже 12 августа 1742 года, через 9 месяцев после переворота, в результате которого она и взошла на престол Забаровский вместе с киевским духовенством подал императрице челобитную о возвращении статуса митрополии И как известно, Елизавета Петровна, императрица, которая, собственно говоря, относилась к Украине очень благосклонно Ведь ее фаворитом был Алексей Разумовский И, собственно говоря, этот человек также был близок к Рафаилу Забаровскому И вот такая украинская протекция в Петербурге содействовала тому, что Елизавета Петровна возобновила киевскую митрополию Но не только питерская протекция содействовала возобновлению митрополии, а и тонкая дипломатическая игра самого Рафаила Свое прошение императрицы он мотивировал тем, что униаты, агитируя православных, указывают, что у украинских униатов во Львове есть киевский митрополит А у православных его нет Переход в католицизм был болезненным вопросом и для священного синода Поэтому орган, который еще 8 лет назад провозгласил объединение Киевского и Московского престолов И распорядился не печатать и не провозглашать молитву за это самое объединение Рекомендовал императрице вернуть Киеву статус митрополии И меньше чем через год, 11 июня 1743 года, Елизавета Петровна дала свое добро А еще через год отправилась навестить Киев Интересно, что цель визита опровергает все те мантры, которые Москва произносит столетиями, называя украинцев меньшими братьями Киев, тогдашняя императорская семья, в то время и позже воспринимала как место, где, собственно говоря, и появились их предки Как историческое место императорской семьи Как первую столицу самой Российской империи И, соответственно, это придавало смысл и идейный окрас всем тем путешествиям, которые они осуществляли Она останавливается в покоях Рахимандрита на территории Киево-Печерского монастыря В Киев императрица приехала с весьма внушительным кортежем Что там говорить, если во время простой бюрократической поездки в Ригу у нее было почти полторы сотни транспортных средств В составе ее свиты было 30 карет подобного рода 10 таких карет еще было в запасе, ехало И плюс 90 простых телег, как сказано в документе, в которых перевозили разного рода провизию, запасы и так далее Это была Рига В Киеве ясно, что Елизавета приехала со значительно большим кортежем карет Более помпезный, чем этот кортеж, Киев увидит почти через полвека Когда в столицу Украины приедет новая императрица Екатерина II Можно себе только представить, какие пробки тогда образуются в Киеве Путешествие Екатерины II в 1787 году это было, собственно, путешествие с демонстрацией престижа Его императрица осуществила как раз после присоединения Северного Причерноморья и Крыма к Российской империи Дешевые понты императрицы тогда оказались очень дорогими для государства Поездка делегации, в которую входило около трех тысяч иностранцев А по пути следования кортежа специально строились новые здания и реставрировались фасады старых Обошлись казне в 10 миллионов рублей Из Москвы были убраны все нищие Тогдашнее дорогостоящее пускание пыли в глаза напоминает сегодняшнюю ситуацию с российским мундиалем И это путешествие было иного характера, нежели путешествие Елизаветы Но что еще объединяет эти два путешествия, это то, что Екатерина II была среди свитой Елизаветы Петровны в 1744 году По сути, будущее императрицы в Киев приезжало и раньше Тогда как ангольцербская графиня, ангольцербская невеста Петра III Будущего императора, которого потом Екатерина свергла с престола, в том числе и благодаря Кириллу Разумовскому Кстати, Киев не очень-то и впечатлил Екатерину Несмотря на то, что сюда съехалось очень много разной знати, по словам самой императрицы, куда больше ей понравился Потемкинский Кременчук Чего не скажешь о Елизавете Петровне В городе Наднепре она провела полтора месяца И результатом этого пребывания стал дорогостоящий подарок Рафаилу Зборовскому – французская карета Хранящаяся сегодня в Национальном музее истории Киева Смотрите в следующей программе Императрица увидела древние реликвии – мощи Печерских святых Митрополит Рафаил Заборовский был хорошо образованным человеком И не мог не покорить ее сердце своими проповедями, своими напутствиями и поучениями Она потом уже на обратном пути прислала Рафаилу Заборовскому бочку В которую были запечатаны 80 бутылок английского пива В 1955 году проводилась реставрация этой кареты Даже в отдельных местах ее было по-новому позолочено И 39 дней его тело стояло в Софийском соборе и оставалось нетленным, что является признаком святости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok